Продолжение следует... Как известно, первый опыт создания литургических текстов, посвященный жертвам Совета и Гонений, относится к 1918 году. Составленный профессором Борисом Анатольевичем Тураевым и святителем Афанасьем Сахаровым, службой всем святым в земле российской просиявших, содержится несколько песнопений, посвященных мученикам-современникам. Вот они воспроизведены на экране. К тому же времени относятся некоторые тексты, связанные с державной иконой Богоматери, где тоже есть характеристики времени в языке литургической поэзии. Однако, когда в середине XX века издательская деятельность церковная в России стала возрождаться, эти тексты по понятным причинам переизданы не были. Но, собственно говоря, текст, который он на экране, он в современной редакции службы всех святых в земле российской просиявших так и не вошёл. И поэтому гемнографы как за рубежом, так и в России начинали, в общем-то, как бы с чистого листа. Кстати, обратите внимание, здесь ещё в 1918 году нету термин новомучеников. Новомученик – тут новые сорта терпцы. А история новомученика, словно новомученик – это отдельная история, но уже сейчас не будем касаться. Я уже говорил, что авторы гемнографических текстов, посвящённых святым XX века, столкнулись с необходимостью дать имена реалиям, известным по исторической и мемуарной литературе, но никогда ранее не описываемых в богослужебных церковно-сравянских текстах. Посмотрим, как в новых службах называются конкретные исторические события, лица, учреждения, общественные институты и так далее. Например, события гражданской войны, например, войны, Первая мировая война и две русские революции. Первая мировая война называется вполне традиционно нашествием иноплеменных. Например, служба свидетелей Тихону, «Егда по грехам нашим нашествия иноплеменных Господь попусти» и так далее. Ну, это встречается несколько раз. В другом слое гражданская война именуется братоубийством и междоусобной бранью. «Попусти Господь братоубийству и междоусобным браньям в земле российской быти». При этом мы можем наблюдать некоторое смещение значений слова «братоубийство». Если в гимнографических текстах прежнего времени братоубийство воспринимается как несмываемый грех и соотносится с грехом Каина, убившего Авеля, или с грехом Звитополка, убившего Бориса и Глеба, то в современных текстах ситуация иная. Братоубийство гражданской войны воспринимается как национальная беда, но это слово не обязывает, в отличие от традиции более ранней, делить мир на врагов и праведников. Братоубийство перестаёт восприниматься как кайновая печать. Из-за тех, кто убивал соотечественников, стало возможно молиться. Ну, что мы, например, свидетел Владимир, в одни раз при нестрадении, а согрешивших братоубийством ходатай быв. То есть формула абсолютно невозможная в прежней литургической традиции. Отдельно следует сказать о том, как в службах называются обновленцы. Здесь возможны два разные варианта. Обычно их называют описательными, как, например, служба свидетелей Тихону, «Ирарси» – текст на экране. «Ирарси бои священницы, нецы, на стезю иуды, предателю ступиша, и неправедна власть в церкви восхитившая, злохудожное дизиане своя, яко обновление благая нарикоша». Исторически эта характеристика абсолютно корректна. Действительно, инспирированная властями обновленческое движение боролась за власть, лишь декларируя идеи церковного обновления и не стремясь эти декларации выполнять. Другой способ наименования мы обнаружим в стихире священномученику Вениамину Казанскому. Опять же, текст на экране. «Усердно ревнителю против лжепастри, чащихся расхитить стадо твозьо мужественно, стал виси и не обоясь опрещений и лжесвидетельств мучителей». То есть здесь обновленцы характеризуются как обычные раскольники – лжепастри, расхищающие стадо. И лишь упоминание лжесвидетельств мучителей напоминает нам о той роли, которую обновленцы сыграли во время процесса митрополита Вениамина, окончивавшегося для него смертным приговором. В службе Илариону Троицкому обновленческая смута передается через вроде бы вполне традиционную метафору «море», как неспокойной и опасной, ведущей к погибели субстанции. «Шатание и волнение смущашут церковь Божию, и волны зелеси церковь Божию чать все потопите». Однако здесь эта общая метафора оказывается предельно конкретной. Дело в том, что по крайней мере с XVIII века в России известна гравюра «Корабль, знаменующий церковь, воюющий от еретиков, гонимую на земле». Ныне изображен корабль, на котором находятся праведники и святые. Со всех сторон на него нападают враги церкви, над головами которых имена Униата, Регена, Эпикур, Развратник, Клях и т.д. Этот текст был широкоспособственен в XIX веке. И в 90-е годы 1920-го вновь стал широко тиражироваться в текстах, в книгах, направленных против подлинных и мнимых церковных реформ. Причём среди фигур, атакующих корабль церкви, появилась новая фигура, над головой которой имелась надпись «Злой обновленец». Таким образом, волны зелеси, которые пытаются потопить церковь Божию, в этом тексте являются не только общей метафорой, но и косвенной отсылкой к церковным спорам, современником которых был автор службы. В гемнографии новейшее времени отсутствует устойчивое наименование гонителей. То есть они лишь общие характеристики, как безбожные, не знающие Бога, и беззаконные. Примеры на экране зачитывать не буду. Иногда в наименовании гонителей присутствует имя вдохновителя гонителей, врага рода человеческого. Встречаются примеры, когда гонители называются антихристами. Антихристы – множи придоши в мир. Но общение антиантихристов упоминает содержать значение «тот, кто против Христа», что встречается в гемнографии предшествующих веков достаточно часто. Однако многочисленные апокалиптические контексты, связанные с богоборческим периодом истории России, актуализируют здесь коннотации, связанные со вторым пришествием. По отношению к гонителям могут употребляться и вполне традиционные наименования грешников. И в первую очередь здесь следует сказать о сравнении грешника с братубийцей Каином. Но здесь, например, «Безбожный Каинова внуца, святыни, церковную поруганию и огню придаша». Вот наименование Каинова внуца кажется, на первый взгляд, вполне традиционное. Однако это сочетание в гемнографических текстах вроде бы раньше не встречалось. В то время как имя Каина в богужебной поэзии используется регулярно. То есть в литургической поэзии мы встречаем внуки кого-либо традиционно. Внуковые вавилонские отроки могут называться внуками Авраама, а могут – внуками Давида. Внуками Авраама могут называться мученики маковейские. В службе митрополиту Петромосковскому в мусульмане названы внуками Агария вместо более распространённого Агарияния. Но во всех этих контекстах внуки кого-либо означают потомство, кровно-кровное родство или в случае Агария – национально-религиозную принадлежность. В службе собора новомучеников и исповедников наименование Каина внуца обозначают не родственные отношения, а духовное родство, является синонимом конструкции «Новой Каин», регулярно встречающиеся в демографических текстах традиционных. Таким образом, метафора, построенная, казалось бы, по традиционной модели, оказывается новаторской. Следующая тема – разорение и откровение храмов, которая по понятным причинам занимает в текстах, посвящённых новомученикам, очень большое место. Примеры на доске, зачитывать их не буду. Единственное, на что хочу обратить внимание, это на последнюю цитату «Безбожный Каинова внуца, святыни церковную поруганию и огну придаша, обители разроиша, храмы, як овощное хранилище садеиша, христолюбивые люди в темнице заключиша и умучиша». Выражение «Овощное хранилище» не является инновацией на экране контекста. Оно неоднократно встречается и в Писании, и в значении «старошка», «шалаш», в котором живёт сторож огорода, и используется в риторических конструкциях, чтобы показать, в какое ничтожество превратятся большие святущие города и земли. Но библейские примеры на экране зачитывать для экономии времени не буду. То есть во всех этих случаях все библейские контексты – это описание катастрофы, крушение святущего города и земли и превращение их прежней роскоши в убогий шалаш на кровь виноградника. В русском языке овощное хранилище ассоциируется с овощехранилищем, складским помещением, предназначенным для хранения овощей. А поскольку закрытые храмы действительно переоборудовались в склады и овощехранилища, старое словоупотребление приобрело совершенно новый смысл. При этом и традиционная, восходящая к Славянской Библии интерпретация этого выражения вполне возможна. То есть мы видим здесь пример своеобразной языковой игры, позволяющей воспринимать текст как из библейской перспективы, так и из перспективы русского языка. И оба этих восприятия оказываются вполне правомерными и верными. Понятно, что задача этих примеров была скорее иллюстративной – показать проблемы, которые приходится решать гимнографом. А теперь мне хочется в заключение сказать несколько слов о другом аспекте этих текстов, а именно о том, что эти тексты говорят об эпохе их создавшей, то есть о нашей эпохе. Но наиболее интересным в этом отношении являются общие службы. Они позволяют последить, какой именно аспект подвига святого актуален для того времени, когда эта служба была написана. При сравнении общей службе священному мученику из стандартной общей минеи и общей службе священному мученику российскому виден ряд отличий. Самым главным из них кажется то, что для составителей новых служб актуален даже, кажется, не столько подвиг мучениства, сколько уже совершившийся в результате этого победа земной церкви. Так, например, в тексте вечерней службы священному мученику российскому вместо крестобогородичных, как в обычном общей минеи, читается богородичное. То есть вместо плача богородистого креста звучат мотивы прославляющей Богоматери. То есть эти тесы куда менее трагичны по содержанию, и к тому же в богородичных здесь довольно много молитв о России. «Осени Русь православную покровом твоя благодать». Богородичные все-таки подчеркивают тему «Россия как удела Богоматери». Цитировать не буду, опять же, чтобы время сэкономить. В текстах новых служб обращают на себя внимание обилие молитв об институте церкви, которые читаются вместо молитв о спасении душ молящихся, которые на этом месте в общих службах обычно минеи. Например, в общей службе священному ученику, в стихе «Господи». Вот на экране несколько примеров параллельных текстов из стандартной общей службы и службы новомученикам и исповедникам. Например, в общей службе священному ученику в стихирах «На Господи во звах» и «В тропаре и величане» содержится просьба о спасении души молящегося, в то время как в аналогичных стихах службы священному ученику российского на 20 века прошения другие. Это прошение о церкви, о российской земле, о людях, ее населяющих. То есть вместо первого лица местоимения «Спаси нас, спаси душу наше» появляется объект, не тождественный с молящимся. «Спаси землю российскую, спаси люди» и так далее. «Объектом действия Божьей милости становится не просящая, а страна и государства, приобретающие религиозную ценность. Смысл, вложенный в эти молитвословия, не особенно понятен, поскольку вроде все-таки мы понимаем, что такое спасение души, а что такое спасение страны, подвергающего нашествию врага или стихийному бедствию, не особенно понятно. Согласно представлениям, заложенным в новых службах, подвиг новомучеников и исповедников XX века принадлежит не столько каждому отдельному молящемуся, сколько всей русской церкви. И предветом воспевания оказывается спасение церковного института. И многие песнопения написаны как бы с позиции победителя». Вот некоторые примеры на экране. Из них мы видим, что гимномографы XX и XXI века в подвиге новомучеников в первую очередь видят не личный подвиг святого, а некое общероссийское дело. Святой не просто принимает смерть за Христа, но одновременно спасает землю российскую, утверждает в ней православие. И вот эта объективация и такое воспевание института, видимо, оно действительно характерно для современного церковного сознания. И в этой новой ситуации совершенно иначе стали звучать слова знаменитой стихи «Русь святая, храни веру православную». Этот текст вошел в церковное употребление в атеистическом СССР. Тогда сохранение православной веры означало противостояние атеистическому государству и являлось призывом к исповедничеству. Но в начале XXI века ситуация изменилась. И эта фраза превратилась в крылатые выражения, о чем писал в свое время Сергей Щепнин. И эти слова уже можно прочитать на бардах автофургонов, на этикетках, на майках и сумках. И очевидно, что смыслы, которые в эти слова вкладываются сейчас, отличаются от тех смыслов, которые вкладывал в этот текст автор. Если несколько десятилетий назад эти слова ассоциировались с гонимым меньшинством, то теперь они приобретают уже совершенный иной характер. Ну и, подведя некоторые итоги, можно сказать, что канонизация мучеников и исповедников в советское время предполагает создание новых служб. А поскольку реалии, которыми приходится сталкиваться подвижником XX века, сильно отличаются от тех реалий, которые описаны в классических мученических службах, авторам новых последований приходится искать наименования для обозначения этих реалий. В связи с тем, что церковнославянский язык не имеет специальных средств для номинации реалий советской России, гимнографам приходится, с одной стороны, использовать привычные слова и образы, а с другой, язык этих служб испытывает влияние русского литературного языка, в результате которого появляются иногда довольно интересные и красивые находки. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ